Что такое сонный паралич? И почему почти все люди за всю свою жизнь хотя бы раз испытывали состояние сонного паралича? Быстрый ответ такой. Сонный паралич – это состояние, которое возникает в момент пробуждения или засыпания. Несколько секунд или минут на грани сна и бодрствования человек находится в сознании, но не способен пошевелиться и заговорить. Ощущает чужое присутствие в комнате, чувствует, как кто-то или что-то давит на грудь, душит, тащит вниз. В общем, переживает сильный испуг. Исследование предполагает, что приблизительно 8% населения страдает от хронического сонного паралича. Это число увеличивается до 28% у людей, которые страдают от других проблем, нарушения режима сна. И оно увеличивается до 34% у людей, которые страдают от психических расстройств, таких как депрессия. Однако, в то время, как хронические случаи довольно редки, некоторые исследования предполагают, что один из каждых четырех человек испытывает сонный паралич. По крайней мере, однажды. Во многих случаях они не будут знать и подумать, что видели там настоящего призрака или демона. Галлюцинации сонного паралича могут быть визуальными, например, люди-тени или слуховыми, которые главным образом состоят из каких-то там ужасающих звуков, визга, гиперзвука какого-то. Часто люди-тени просто окружают вашу кровать. Иногда они двигаются. Но все это часть процесса выхода сознания в сновидение, в нагуальный мир. Все эти люди-тени, это ваши же части. Это естественный процесс смены одного частотного диапазона на другой. То есть, физическое восприятие меняется на чистое восприятие. Люди описывают обычно сонный паралич так. Есть непреодолимое чувство, которое я должен побороть, чтобы начать двигаться или я умру. И любой вид движения представляется невероятно трудно. Обычно я пытаюсь начать шевелить пальцем ноги или руки или переместить конечность. И это отнимает у меня много сил. И такую силу каждый раз я пытаюсь себе найти, чтобы полностью проснуться и начать двигаться. Прилагаю очень большие усилия и это может повторяться снова и снова. Если я буду знать, что кто-то стоит рядом со мной, я попытаюсь обратиться к нему за помощью. Но обычно могу пробормотать лишь несколько несвязанных слов. На самом деле вы просто подошли к переходу в сновидение. Да, вы можете бояться и пытаться обратно вернуться, то есть проснуться. Либо, если вы успокоитесь, дадите процессу завершиться, потому что это естественный процесс при засыпании или при просыпании. Потому что происходит переход из одного восприятия в другое. Вот и если вы успокойтесь и дадите процессу завершиться, то окажетесь в сновидении и, возможно, даже там осознаете. Продолжение следует... Продолжение следует...